МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В Тимиртау полицейские выясняют причины смерти 10-летней девочки. Родные обнаружили школьницу, задушенную шарфом. По предварительным данным, произошел несчастный случай. Густой непроглядный туман окутал дороги юго-востока. 8 февраля из-за аварии на тепломагистрале М5 более 60 жилых домов недополучали тепло. Около 30 тысяч карагандинцев уже используют специальное приложение. По нему можно записаться на прием к врачу, продлить рецепт или же вызвать скорую медицинскую помощь. И вновь смерть школьницы. В Тимиртау полицейские выясняют причины гибели 10-летней девочки. Родные обнаружили школьницу, задушенную шарфом. По предварительным данным, это был не суицид, а несчастный случай. Эти трогательные надписи 10-летней школьники оставили своей однокласснице Ксюше Белозеровой. Еще вчера девочка находилась в этом классном кабинете. Вместе со всеми писала контрольную работу. Трагедия произошла дома. Тело девочки обнаружили родные. Вокруг шеи был намотан шарф. Ну, то, что случилось, это все случилось дома, после уроков. Она в этот день, вчера была на уроке, отсидела все уроки. И педагоги, мы сделали опрос среди педагогов, которые были уроки за вчерашний день. И все отзывались о них хорошо. Она даже сделала контрольную по математике за суммативное оценивание раздела. Это успешно сдала свою работу. Так что, я даже не знаю, какие у нее были предпосудки, какие причины, но это все. Домой она пришла с хорошим настроением. Дома покушала, пообедала. Дома была мама, младший брат был дома. По словам родных девочки, никакого суицида не было. Стоит отметить, что накануне, по инициативе руководителя городского отдела образования, состоялась встреча с педагогами, общественниками и психологами. На собрание рассматривали случай суицида семиклассницы в Караганде. К нами были проведены совещания директоров. Все классные руководители должны были провести беседы с детьми на тему интернет-игр. В данный момент мы не можем сказать, что это именно является причиной. Что является причиной. Дело находится на расследовании правоохранительных органов. Мы в данный момент ждем заключения от них. Родителям мы уже на всех классных собраниях сказали, и когда интервью давали, сказали, чтобы родители строго следили за перепиской детей и за сайтами, которые они посещают через свой смартфон и домашние компьютеры. А школьный компьютер все заблокировали. Все эти сомнительные сайты заблокировали школьный компьютер. Педагоги и общественные организации составили план мероприятий по выявлению тревожных ситуаций. Сегодня причины смерти Ксюши Белозеровой выясняют полицейские. По факту суицида, имевшего место в городе Тимиртау, начато досудебное расследование по статье 105, часть 1-го уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть доведение до самоубийства. На сегодняшний день сотрудниками полиции обстоятельства по данному факту выясняются. Это уже вторая смерть школьниц в Карагандинской области за неделю. 3 февраля с собой покончила 13-летняя Настя Изотова. Девочка повесилась после переписки в интернете. Родные заявляют, что в случае с Ксюшей это был несчастный случай. В любом случае в этом разбирается полиция. А пока в средней школе номер один города Тимиртау – траур по Ксюше Белозеровой. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Карагандинские коммунальные службы устраняют аварии на тепловых и водопроводных сетях. 9 февраля возникла утечка на водопроводе на пересечении улиц Сатпаева и проспекта Бухаржирау. По сведениям компании Караганды-Су, аварийные службы оперативно устранили место утечки. Рано утром карагандинские автомобилисты были неприятно удивлены тем, что возле стадиона «Шахтер» им приходилось ехать буквально по воде. Как сообщили в компании Караганды-Су, произошла утечка на водопроводе. Оперативно к месту аварии прибыла ремонтная бригада. По состоянию на 11 часов сегодняшнего дня техника ТОК Караганды-Су и бригада работают по очистке автодорог проспекта Бухаржирау и улицы Сатпаева по очистке от наледи и льда. Линия возникла на ведомстве линии водопровода, которая состоит на балансе юридического лица. Юридическому лицу дано предписание по устранению или принятию мер по замене аварийного участка водопровода, состоящего на его балансе. О днём ранее на Юго-Востоке движение автомобилей было затруднено из-за потока горячей воды. В результате аварии 60 многоэтажных жилых домов переведены на ухудшенный режим подачи тепла. Дефект на подающем трубопроводе диаметром 1020 мм тепломагистрали М5 был обнаружен утром 8 февраля. В компании Теплотранзит Караганда сообщили, что утром 9 февраля в домах были восстановлены температурный и гидравлический режим. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Отныне записаться на приём к врачу, продлить рецепт или же вызвать скорую помощь можно дистанционно. Это стало возможным благодаря комплексной медицинской информационной системе. Около 30 тысяч карагандинцев уже используют данные приложения. Такое заявление сделал заместитель руководителя управления здравоохранения Асхар Хорошаш в ходе специального брифинга. В настоящее время на территории всей страны ведётся активная работа по реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан». Карагандинская область признана пилотным проектом по внедрению цифровизации. Одной из первых сфер, подвергнутых реформам, стала система здравоохранения. В связи с этим в 2015 году в поликлиниках области была внедрена комплексная медицинская информационная система. В ходе брифинга заместитель руководителя управления здравоохранения Аскар Хорошаш рассказал о приложении Дому-Мед, которое облегчает получение медицинских услуг. Есть мобильное приложение Дому-Мед, с помощью которого можно зайти и получить информацию о себе через личный кабинет. То есть, получить информацию, скажем, о том, в каком участке вы приедете, какой врач вас обслуживает. Можно записаться на приём, вызов с врачом надо, и так далее. На брифинге присутствовала и представительница организации Дому-Мед Наталья Тягушева. По её словам, приложение было разработано для того, чтобы врачи смогли уделять больше внимания пациентам. Это система, ориентированная на врачей. Мы работаем в очень тесном сотрудничестве с медицинской общественностью. Очень чутко реагируем на все их пожелания и предложения. Стараемся максимально облегчить работу врача, чтобы врач не занимался рутинной статистической работой, а больше времени уделял пациенту и решению проблем с теплым здоровьем. Также Оскар Хорошаш рассказал и о проблеме нехватки УЗИ-кабинетов на территории области. Для решения данной проблемы планируется создание семейных центров. К слову, один из них уже начал свою работу. В ближайшее время на территории города появятся ещё четыре центра семейного здоровья. У нас открытие в планах ещё четырёх центров семейного здоровья по городу. Тем самым мы постепенно эту нагрузку будем снижать. Но надо понимать, что это всё требует больших затрат. То есть строительство, оснащение, привлечение специалистов. Поэтому в основном мы работаем через государственное частное партнёрство. И активно человек бизнес идёт, инвестирует. А мы даем методы и нервы господдержки. Вся информация по работе комплексной медицинской информационной системы иссякается в ситуационные центры, в которых ведётся анализ полученных данных. На сегодняшний день по всей области их семь. Следует отметить, что в настоящее время больше половины пациентов записываются на приём самостоятельно и активно пользуются приложением ДомуМед. Торжан Лянова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасёт их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Карагандинские одиннадцатиклассники примерили на себя роль участников Генеральной сессии Организации Объединённых Наций. В университете Булашах состоялась вторая областная игра-конференция «Модель ООН». В этом году проведение мероприятия совпадает с Международным днём женщин и девочек в науке. Решением Генеральной ассамблеи ООН 11 февраля объявлено Международным днём женщин и девочек в науке. Эта тема стала основной на второй областной игре-конференции «Модель ООН». В ней принимают участие 44 старшеклассника из школ Карагандинской области. Стоит отметить, что шесть лет назад из Шимкента в Караганду эту идею привезла профессор Баян Ибраева. Студенты университета Балашак не раз принимали участие в подобных конференциях в Южном Казахстане. Но в шахтёрской столице это мероприятие организовали совсем недавно. Вначале мы провели большую подготовительную работу, научили наших студентов правилам этой игры. Наши студенты принимали в играх в городе Шимкенте в университете Мирас, затем в университете Казну имени Аль-Фараби в Алмате. И вот, наконец, в прошлом году мы дозрели до того, чтобы выйти на рамки области. Мы провели первую областную игру для школьников, но формат игры был немножко адаптирован к уровню учеников. Игра удалась в прошлом году, и в этом году мы проводим формат, очень близкий к формату реальных заседаний Организации Объединённых Наций. Модель ООН является синтезом конференций и ролевой игры, в ходе которой в течение одного дня участники воспроизводят работу органов Организации Объединённых Наций. Всех участников разделили на группы, представляющие одно из государств-участниц ООН. Айдыну Алибекову досталась Китайская Народная Республика. Он намерен поведать о гендерном перекосе в Поднебесной. Ну, как бы все конфликты начинаются с женщин в Китае. Как бы в Китае женщин много, чем мужчин. И сегодня мы на английском языке будем все это обсуждать. Вообще я не буду предлагать свои идеи, я просто расскажу проблему, почему так. По мнению организаторов, участие в конференции расширит кругозор старшеклассников. Они приобретут опыт публичного выступления, будут общаться с другими участниками игры. Написание резолюций – конечная цель каждого комитета. Но сделать это возможно лишь при достижении компромисса интересов всех государств, представленных в органе. На церемонии закрытия игры-конференции участникам вручили сертификаты по номинациям «Лучший спикер», «Лучший делегат», «Лучшая оппозиция». Андрей Тен, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В библиотеке имени Гоголя карагандинцы встретились с членом Союза писателей и журналистов Казахстана Махпал Мыса. В прошлом году поэтесса стала обладательницей гран-при литературной премии «Алтын Тобылг» фонда президента Республики Казахстан. На поэтическом вечере «Карашига караулингетолганкыс» Махпал Мыса презентовала свои стихи и ответила на вопросы собравшихся. Настоящей хозяйкой вечера стала поэзия, а долгожданными гостями – стихи. Махпал Мыса – молодая талантливая поэтесса из города Капшагай. Несмотря на возраст, благодаря своему таланту Махпал уже получила широкую известность. На поэтическом конкурсе, посвященном 80-летию Мукагали Макатаева, в котором приняли участие 150 акынов, завоевала первое место. А в прошлом году поэтесса стала обладательницей гран-при литературной премии фонда первого президента. Опубликовано уже три сборника стихов Макпал. К выходу готовится четвертая книга. В презентации произведения приняли участие студенты и старшеклассники карагандинских учебных заведений. Среди гостей и карагандинские коллеги Макпал по поэтическому цеху. Очень хорошая встреча. Большой праздник поэзии, для любителей поэзии. Тем более в день дня рождения нашего великого поэта Мухали Макатаева. Макпал Мыса – как раз землячка Макатаева. Поэтому такие встречи, такие праздники нужны, особенно для карагандинцев. Потому что караганда издревле считается кузницей талантов и поэзии. И, скажем так, я думаю, сегодняшняя встреча многим подарила радость, много пищи, побольше таких встреч и праздников. Стоит отметить, что не только стихотворные произведения Макпал переводят на другие языки. Но и сама поэтесса увлечена переводческим поэтическим искусством. Знакоме казахского читателя с лучшими произведениями других народов. Андрей Тензасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. И еще об одном. В физкультурно-спортивном обществе «Динамо» сотрудники ДВД Карагандинской области состязались в турнире по волейболу. Мероприятие было посвящено памяти генерал-майора милиции, участника афганской войны Шумиленко Владимира Петровича. Первенство по волейболу проходит восьмой год подряд. С каждым годом турнир расширяет свои масштабы. В этом году бороться за призовые места и возможность участвовать в республиканских состязаниях будут 23 команды со всей области. Следует отметить, что сборная Караганды не раз отличалась хорошими результатами в республиканских турнирах. В прошлом году команда Департамента внутренних дел области заняла первое общекомандное место по прикладным видам спорта. Заместитель начальника управления кадровой работы ДВД области Ренат Сутибаев заявляет, подобные мероприятия способствуют укреплению патриотического духа молодых сотрудников. Данное мероприятие мы вручим целью патриотического воспитания наших молодых сотрудников. В этом году у нас называется годом поднятия имиджа полиции. Все мероприятия будут проводиться в данной цели. Также этот год у нас вручен 20-летию города Астаны юбилейный. Также это мероприятие мы посвящаем данным праздникам. Восьмой год подряд турнир неизменно носит имя Шумиленко Владимира Петровича. Он отдал 36 лет своей жизни работе в органах внутренних дел. Почетный ветеран ВД Казахстана Марат Сулейменов рассказывает, Владимир Шумиленко был очень отзывчивым человеком, готовым прийти на помощь. Просто, несмотря на то, что имея такое большое звание генерал-майора, тем не менее, он мог с любым сотрудником где угодно встретиться, без всяких церемоний, без всяких вот этих вот, что он такой большой человек, поговорить по душам и, конечно, принимать все мероприятия, потому что к нему обращались очень много с просьбами. Обладатели призовых мест ждут почетные грамоты и поощрительные призы. Лучшие игроки отправятся на республиканский турнир, чтобы с честью представить Департамент внутренних дел Карагандинской области. Торжан Лянова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Приятных вам выходных. Амаза Унстер. Субтитры подогнал «Симон»!